Первый с начала полномасштабной войны поезд Львов-Херсон. На нём десятки людей возвращаются домой, в прифронтовой город. «Девять месяцев ждала, выехала в апреле, 4 апреля. И вот вернулась, пока на разведку. Пока посмотреть». «Страшновато, но еду домой, тянет домой. Были в оккупации полностью. Пришли наши, если бы не обстреливали, я бы не уехала. Немного стало страшно. Поехала к брату во Львовскую область, в городок. А теперь еду назад домой». «Хочется. Сильно хочется домой». «Соскучилась». «По любимым». «Планируете дальше ещё выехать на время на какое-то?» «Ничего не планирую. Вы знаете, как-то в это время уже ничего не планирую. Дальше одного дня не планирую». Тем временем в зале железнодорожного вокзала выстраивается немалая очередь. Это желающие выехать из Херсона. Их гораздо больше, чем прибывших. «Долго вагалось, ехать, не ехать. Нервы уже сдают. Поэтому, честно говоря, невозможно уже доходиться. Надеюсь, что это и не надолго, конечно. Но уехать чуть-чуть надо. Развеяться и отвлечься». «Сильные обстрелы сейчас в городе?» «Да достаточно сильные. Вы знаете, не так, как раньше, конечно. 24 часа на 7 – это что? Как это? Как-то так». «Каждый день целая сутка. Она трусится. Как только где-то бахкает, так и трусится. Она руки бежит и всё». «Очень громко здесь, поэтому хотим выехать. Решили так. Мы тут до последнего сидели с самого начала». «Все оккупации здесь пробовали?» «Да, с самого начала здесь. Сейчас решили выехать. Посмотрим, жизнь покажет, что будет дальше». С первых дней освобождения Херсона российские войска ведут непрекращающиеся обстрелы. После отступления оккупантов на левый берег Днепра линия фронта проходит прямо по реке. Почти ежедневно в Херсоне есть погибшие и раненые мирные жители. Многие решаются временно покинуть свой дом. «Едем в гости, к маме своей. Везем внука. Начали стрелять, просто сейчас в последнее время очень жестко. Хотим немножко отдохнуть от этих выстрелов, взрывов. Отвезем детей и бабушке, пускай. У меня там есть сестра, двоюродный брат». «У меня там есть сестра, два двоюродных брата. Там у меня родные люди». «Да, очень сильно». Но большинство этих людей не знают, куда им ехать дальше. С вокзала родного Херсона они отправляются в неизвестность. Главное – подальше от обстрелов. «Я за Херсоном живу, 20 километров от Херсона, в селе Велетенское. Там очень большие бои идут. Ситуация такая, что выехал в другое село. Пришлось оттуда уехать. Из томной балки выезжаю, потому что ситуация очень напряженная». «Разбомбили дом. Негде жить». «Я хочу вернуться. Я жду, пока отгонят их дальше. У меня там дача на левом берегу. Там сейчас непонятно что. У подруги полностью дом разбомбили. Она плакала. Ну, как-то так. Ну, надеемся, что отгонят их». «Конечно, не хочется выезжать. На время выезжаем. Хотим вернуться». Перед посадкой в поезд людей регистрируют волонтёры. Билеты на эвакуационный рейс не предусмотрены. Затем военные и полицейские проверяют документы у выезжающих. После херсонцам выдают гуманитарные наборы. Детям также коробку с игрушками. Людей ведут на перрон. Если это маломобильные или пожилые люди, их проводят прямо в поезд, прямо в вагон. Рассаживают по местам. Затем возвращаются, и мы продолжаем свою работу. «Каждый день из Херсона поездом выезжает около 40 человек. Это жители как областного центра, так и сёл, которые вблизи линии фронта. Власти неустанно призывают людей временно выехать из-под обстрелов российских войск». «Чтобы вывозить людей из Херсона, у нас есть эвакуационные вагоны, которые вместе с поездом выезжают каждый день. Более того, можно эвакуироваться автобусным транспортом. Это абсолютно бесплатно. Мы также сопровождаем людей тем, что передаём эту информацию. У нас есть чаты с министерством, с руководством администрации других областей, где они встречают и расселяют таких людей». С 11 ноября такой программой эвакуации от областных властей воспользовались 11 тысяч человек. В это число не входят те, кто выехал самостоятельно или с помощью волонтёров. До начала полномасштабного вторжения российской армии в Херсоне проживало 330 тысяч человек. Сейчас осталось не более пятой части.